Никогда бы не подумали, что на площадке отплясывают не артисты, а профессиональные лёгкоатлеты, только со спортивным напором. Старинный белорусский танец «Краковяк» в исполнении чемпионки Европы в беге на 800 метров Марины Арзамасовой и ещё нескольких атлетов смотрелся умилительно и нежно. Такого в практике ребят ещё не было, чтобы хлебом, солью и танцами отправляли на мировой форум. Весело проводим время, танцуем народные танцы и как-то возближаемся. У нас и так дружная команда, мы все болеем друг за друга, переживаем, но сейчас это лишний повод пообщаться в какой-то непринуждённой обстановке. Чтобы поехать в Пекин, спортсмены должны были выполнить квалификационный норматив к чемпионату мира. Среди отъезжающих, помимо молодых, значатся и белорусские гранды. Иван Тихон, а также Наталья Михневич. Спортсменка не нуждается в представлении, серебро Пекинской Олимпиады говорит само за себя. Но после трёхгодичного перерыва Наталья ставит цель побороть саму себя. На каждом старте свои цели и задачи. Это для меня путь к карьеру. И определённая ступенька, на которую мне надо подняться. Несомненно, все присутствующие получили заряд положительных эмоций, а спортсмены ещё небольшие подарки от Федерации. Дополнение к экипировке. Сегодня действительно в команде лучшие легкотлеты страны, которые готовы ехать и биться как минимум за попадание в финал. Чем ближе к старту, тем ещё к этой физической нагрузке, морально. И вот надо всё-таки уметь отвлечься. Мне кажется, вот эти эмоции, которые ребята сегодня получают в Агрусадьбе с белорусским таким акцентом. Вот сейчас пойдём пить белорусский квас. Чемпионат мира – главный старт сезона. Но всё же это генеральная репетиция перед Олимпийскими играми в Рио. Дабы стать участниками грандиозного спортивного форума, достаточно выполнить олимпийский норматив. Причём в зачёт идёт показатель как на мире, так и на чемпионате страны. Но приоритет отдаётся тем, кто смог блестяще выступить на выезде.